Это реальное время, Финам-ФМ, меня зовут Юрий Пранько, добрый вечер, господа, Россия после выборная, вот тема нашего разговора, конечно, в центре нашего обсуждения события в российской столице, в Петербурге, сейчас вот корреспонденты сообщают о том, что Триумфальная площадь в центре российской столицы вновь полностью оцеплена, при выходе из метро полицейские по громкой связи просят граждан проходить в сторону Тверской и не идти по Садовому, большое количество представителей силовых структур, как минимум один БТР, сообщают коллеги из Росбизнес Консалтинга, усиленные наряды и, в общем-то, сами прохожие задаются вопросом, что происходит, потому как, собственно, ничего пока там, кроме такого массированного присутствия, присутствия представителей силовиков не происходит, но этому, безусловно, происшествовали события на Чистых прудах, на Триумфальной площади накануне, в общей сложности, вот такая элементарная арифметика, порядка 900 человек были задержаны во время этих акций протеста, причем, замечу, на Чистых прудах акция была разрешена властями, но больше всего, конечно, потрясение вызвало то, как она была завершена не участниками, а вот представителями силового блока. Сегодня, как мне представляется, появилось два важных заявления. Первое сделал лидер «Яблоко» Григорий Явлинский, который потребовал отставки Центразбиркома в главе с Чуровым и отмены результатов прошедших парламентских выборов. И следом предложение, инициативу свою вынес и бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев, который предлагает провести новые парламентские выборы. Происходящее обсуждаемо. Начну с единственной дамы в нашем мужском таком коллективе. Елизавета Осетинская, главный редактор российского издания журнала «Форбс». Рад тебя видеть. Добрый вечер. Юлий Несневич, профессор кафедры политологии Высшей школы экономики. Добрый вечер. И Михаил Логинов, шеф-редактор журнала «Профиль». Михаил, добрый вечер. Рад тебя также. Напомню для слушателей наше средство коммуникации. Многоканальные телефоны вы номер 65 10 99 и 6. Код Москвы 495. Это для ваших звонков. финам.фм – это наш сайт в интернете, где идет прямая веб-трансляция. То есть нас можно не только слушать, но и смотреть. И я обращаю внимание особое на именно смотреть. Вот знаете, есть, конечно, корпоративные правила, да? Не пинать соседа, не выносить ссоры за сбы. Но, по-моему, то, что российское информационное телевидение закончилось в эти дни – факт, который, в общем-то, не стоит и обсуждать. Есть отдельные каналы, не эфирные каналы, которые себе позволили, значит, определенное освещение. И уже известно, что их материалы затребованы контролирующими органами. Я уж не знаю на предмет чего. Будем следить внимательно за развитием ситуации. Но то, как себя повело российское телевидение, которое называется информационным, и которое почему-то пафосно взяло в свое название слово «Россия», меня вышибло, да? Меня вышибло окончательно, потому что эти ребята показывают Хельсинки, показывают Афины, показывают все, что угодно, а они не показывают собственную страну. Лиза, твой взгляд на происходящее и на освещение? Ну, мне кажется, что тут возмущаться-то освещением? По-моему, никакого уже не было информационного телевидения последние, не помню, сколько лет. И, честно говоря, я на всякий случай вы не включаю, чтобы свою нервную систему не... Я имею в виду сейчас. Не то, что я, в принципе, не смотрю никогда ничего. Я имею в виду, что сейчас я просто не хочу подвергать нервную систему лишним стрессом, потому что мы там параллельно всем этим, что творилось, еще выпускали журнал. Ну, так сказать, это война войной, а еще нужно кому-то работать. Но, по-моему, это наша работа, да? То есть освещать. Да, да, но я имею в виду, что все-таки Forbes — это журнал о бизнесе, прежде всего, да, а не о политике. Но я просто хочу сказать, что какие-то питатели люди насчет того, что пропагандистская машина с какой-то стати вдруг сломается в самый для нее, так сказать, кризисный момент ее испытаний... было бы наивно. Или для ее хозяев. Нет, есть пропагандистская машина. Да. Она... ее включили, она работает. Она... когда ей было сказано, она создавала иллюзию дискуссий. Кстати, я хочу сказать, совершенно не будучи ничьей там сторонницей, в защиту канала «Россия-1», я... ну, вот, когда я включала, ночью мы смотрели «Россия-1» до двух часов там с друзьями. Вот. И там, на самом деле, были очень, ну, так сказать, такие интересные в прямом эфире дискуссии, там был нормальный разговор. Ну, понимаешь, а часто не молчат. А часто не молчат. Да, да. Вообще. Да. Нету этого. Но это было частью, так сказать, всей вот этой тоже пропагандистской кампании. Ну, как выборы, значит, делаем выборы такие... Типа дискутируем. Типа выборы, типа дискутируем. Перед этим типа всем дали слово, между прочим. Вот на Первом канале был Зюганов, Познер не мог его вообще... Ни одного вопроса не мог ему задать. Вообще это было... Ну, всё-таки, значит, смотришь иногда, ты смотришь? Нет, нет, я говорю, я сейчас не смотрю. Я говорю, я сейчас не смотрю, чтобы у меня не подскакивало там количество ярости в организме, не увеличилось. Ну, Михаил, не могу так же не спросить, всё-таки коллеги журналисты, как вам вот происходящее сейчас? А происходящее сейчас где? Именно с точки зрения освещения. Ну, в средствах массовой информации. Ну, опять же, если ты когда задаете вопрос, хорошо или плохо, хорошо для кого, плохо для кого, вот Лиза вполне, так сказать, точный поставил и диагноз. Багандинская машина для тех, кому она принадлежит. То есть никакой там журналистки нет? Нет, нет, она работает. Питать иллюзии не стоит? Ну, то, что СМИ как бы не работают в интересах общества, это очевидно, вполне. А, Юлий, а вам как? Вот всё-таки вы не питали иллюзии, что они... Никогда. Нет, да? Я вообще-то давно занимался как раз государством. Ну, смеху подобно, простите, они показывают мне картинку Афин, когда здесь у нас за углом происходит подобное. Ну, тут коллеги, так сказать, профессионалы говорят, что это пропагандистская машина. Я бы даже сказал, что это и плохая пропагандистская машина. Потому что пропагандистская машина всё-таки должна быть умная, а эта машина тупая. Понимаете, в чём ужас? Это машина, мне её трудно назвать пропагандистская. Это в своё время Игорь Иковенко, секретарь своего журнала, вспомните, как я сказал, оболванивание населения этими самыми, Петросянам. Вот это то, чем они занимаются. Это задача. Задача отделить граждан от того, что есть власть. Вообще, говорят, ребят, это не ваше и не занимайтесь. Вот занимайтесь только таким вот низкопробным каким-то, так сказать, развлекаловкой. Это даже не пропагандистская машина, потому что пропагандистская машина, она обязана что-то пропагандировать, а эти ничего не пропагандируют. Ну да, похохмить, покормить, раздеться не всегда удачно, пошлять. Да, и всё. Даже я вот не согласен, что это пропагандистская машина. Это же не пропагандистская машина. А давайте теперь вот по сути, да, бог с ними, точнее бог с нами, а с ними я не знаю кто, а значит, происходящее в российской столице. Тема сегодняшнего дня, значит, Явленский предлагает отправить в отставку ЦИК, отменить результаты выборов. Алис, твой взгляд? Я, честно говоря, просто не знаю, какой смысл имеет отставка ЦИКа. Опять же, это примерно так же, как и отставка Екатерины Андреевой. Подожди. Президент сказал, господин Чуров, вы волшебник. Он ответил, нет, я учусь. Ну хорошо, кого мы сейчас отправляем в отставку, Медведева или Чурова? Чурова. Чурова. По предложению Явлинского. И он предлагает отметить результаты парламентских выборов. Есть в этом смысл? Подождите, ну да нет в этом. Вот прямой ответ, прямой вопрос. Я считаю, что в этом смысла никакого нет, потому что решения принимаются не там. Еще раз, это другая часть пропагандистской машины. Ну даже не пропагандистская, а другой. Машины по обеспечению чего-то там, создание картины легитимного получения большинства неконституционного, но вполне себе большинства Единой России в Думе. Проблема в том, что вот сбой произошел. Сбой. В машине. Причина сбоя. Что произошло? Ну вот, моя теория состоит личная такая в том, что сформировался такой класс, ну не класс, группа людей, я про это даже написал в будущей своей колонке в журнале, такая группа людей, дети капитализма. Вот дети капитализма, это люди, которые 20 лет проходили через разные испытания нашей современной действительностью. Через дефолты, через обманы, через судебную систему, через все. Это не... Через потребление, через рост доходов, через революции, не революции, через хорошее, плохое, через пропаганду. Вот это на самом деле достаточно стойкие, уверенные в себе, сознательные, умеющие принимать решения, отвечать за себя люди. Их очень немного, но эти люди, как бы относительно, но эти люди в первый раз сделали что? Они пошли просто на наблюдательные участки, на избирательные участки наблюдать. Они не пошли... Дело не в том, за кого они пошли голосовать. А дело в том, что они сказали, мы хотим, чтобы нам перестали в договоре маленькими буковками писать. Знаете, такой список в кредитном договоре большими буквами сумма, а дальше маленькими буквами условия. Вот это про маленькие буквы все. Вот мне кажется, что вот произошло это. И выяснилось, что действительно маленькими буквами много чего. То есть у меня есть много знакомых людей, очень много, которые это сделали. Я сама это не сделала, пошла просто проголосовала. Я сейчас составляю даже в стороне вопрос о том, сколько людей, которые вообще в жизни, которые вообще первый раз пошли голосовать. Мои ровесники, мои, так сказать, друзья моих друзей. Вообще первый раз пошли голосовать за... Которые смеялись мне в лицо в 96-м году. Говорят, что там голосуй, там вот это голосуй, повешивай, они говорят, ты что, ку-ку? Вот. Сейчас они уже не говорили. Сейчас они пошли голосовать. И? И вот эти люди, так сказать, обнаружили, что оказывается, маленькими буквами очень много чего написано. И они сказали, как? Оказывается, так? Ну-ка мы хотим договор почитать. Ну-ка давайте-ка с нами разговаривайте по-другому. Вот в этом дело. Но по-другому не научились. Но по-другому... По-другому не научились. По-другому БТРы, по-другому дубинки, по-другому разгоны. Да проблема даже в другом. Проблема в том, что и лидеров у этой части общества нет. Потому что люди пришли на площадь, так сказать, на Триумфальную, не на Триумфальную, как раз эти люди пришли на Чистые пруды. И обнаружили, что там у них нет лидера, который им как бы подходит. Вот. Потому что при всем моем уважении к лидерам... Но это был порыв. Это был не порыв, Протест. Люди обманули. Обманули. Сказали, что будет одно, а было другое. Я знаю людей, которые... Вот эти вот... Мои бывшие коллеги по ведомостям ходили на избирательные участки, сидели там до двух часов ночи, пока им не принесут заверенные. Есть прекрасный блок Александра Губского, как на его глазах пытались писать 22 голоса. Дело не в том, какие приписки, а дело в том, что все равно не украсть невозможно. Что ж такое? Понимаете, что после... Допустим, а если потом смотришь, а все равно в электронной системе опять эти 22 голоса, ну какое чувство возникает? Ах, вот так? А если 200 и 300? Конечно, тут такой пример, но тут вопрос не в размере. Нет, я согласен, я понимаю, о чем вы говорите. Люди стукнули с мордой по столу. Давайте назовем это своими именами. Просто произошел процесс, который... Он был всегда. Просто вот та категория, которая говорит Лиза, им было все равно. Они считали, что политика это не их. А мы все время им доказывали. Что, ребята, если вы... Но 4 декабря проигнорировали их мнение? Нет, да, нет. Что если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами. Это известно, это не Беном Ньютона, это все знают. Вот эти люди наконец с этим столкнулись реально. Потому что весь процесс, который происходил в стране, их к этому подвел. Все их гениальные планы, разработки, бизнес-проекты, они все стали утыкаться в политическую систему. Просто критическая масса, конечно. И они это почувствовали. Может быть, интуитивно, может быть, как. И они решили посмотреть, а что же это за зверь-то такой. И они увидели совершенно жуткую картину. Более того, они... Их же еще, в общем, в какой-то смысле провоцируют. Вот придете, проголосуете, будет результат, мы там этим покажем, который неправильно. Они пришли, проголосовали, оказалось, что они все, извините, в дерьме. Потому что взяли и все равно обманули. А эти люди, как бы, они по-другому относятся к таким проблемам. Мне кажется, что сегодня Россия в таком... Знаете, очень серьезная проблема. Проблема не политическая. А проблема перед этими людьми стала очень простая. Проблема чистоплотности. И вот тут они повели себя совершенно по-другому. Для них это не политическая проблема. Это проблема, либо мы себя уважаем, либо от нас вытирают ноги, на самом деле. Вообще ситуация такая очень... Михаил Логинов. Вообще ситуация такая очень сложная и непредсказуемая, в общем-то, до конца. Потому что ситуация, скажем, вечера воскресенья и вечера понедельника настолько как бы различаются, что даже было трудно себе представить, когда вот закрылись участки, что это произойдет. Потому что если бы не произошло этих протестов, то можно было бы считать, что общество было довольно-недовольно частью. Но, тем не менее, она признала легитимными эти выборы. И можно было бы академично рассуждать о раскладах, возможных дальнейших действиях партии и так далее. Когда начались протесты, то стало очевидно, что часть общества признала эти, не признала эти выборы легитимными. И вот это тот камушек, который как бы покатился, и теперь все больше и больше сил вовлекается в этот процесс. И они... То есть люди просто начали партию, в которой они должны совершать ходы, да? То есть вот вопрос про Явлинского, да? То есть партии, которые считают, что у них украли голоса, а вот анализ вот всяких, значит, выкладываемых в сеть документов, свидетельствует, что голоса воровали у Яблока и у Справедливой России в основном. А вот они, они теперь должны будут пройти как бы некий путь. Они должны будут требовать отставки Чурова, подавать в суд, выводить людей на улицу. Ну вот Явлинский сегодня призвал системных оппозиционеров, которые получили, или получат, да, мандаты, отказаться от них, уже Справедливая Россия заявила, что нет. Они отказываться не будут. Да Явлинский не отказывается никогда. Мы его же много лет знаем. И он знает всю эту историю. Он не мальчик. Не, ну я смотрю на ленту. То, что вот заявляют там и так далее. Здесь, видимо, фактификация была слишком, так сказать, наглой, да? Но что значит Явлинский не знал? Он пошел в эту кампанию. Он, безусловно, может быть, ему были даны какие-то гарантии, даны обещания, может быть, здесь какие-то закулисные договоренности. Вот представьте, вас не удивляет, что вы сейчас говорите? Человек пошел в избирательную кампанию, ему были даны гарантии. Но это же дикость просто. Понимаете, это дикость. Дикость. Если Явлинский в это играет, то грош ему цена. Но подождите, вы знаете, я сейчас за детей капитализма, можно? Детей капитализма, я другой Лиза. Подождите секундочку. Тут проблема, да нет, не Явлинский, конечно. Проблема в том, что теперь еще дети капитализма обнаружили следующее, что ни Явлинский, ни Миронов, ни Грызлов, ни Путин, ни Медведев, ни Яшин, ни Немцов, ни Навальный, никто. Что на самом деле... Россия решила вот эту фразу «никто». Следующий пункт, значит, выиграла «Справедливая Россия». Об этом сейчас даже никто не думает. Для начала давайте разберемся с результатами. Вообще «Справедливая Россия», за которую голосовало много людей, могла бы вообще встать и сказать, это наши избиратели? Мы за них хватаем? Нет, подождите, подождите, я сейчас идеальную картинку беру. В действительности ничего из этого не происходит. Что понимают дети капитализма? Что? Внесистемная оппозиция манипулирует ими, чтобы вывести больше людей на площадь и наконец-то показать власти, что они силы. То есть ты считаешь, что это манипуляция? Секундочку, я все считаю, что все это манипуляция. Навальный, Яшин, Немцов, все это... Я про Навального сейчас не хочу говорить, я считаю, что когда они воспользуются в некотором смысле моментом, что вышли люди, люди вышли не за них, люди вышли в несистемную оппозицию, люди вышли сказать, мы были на выборах в роли наблюдателей, нас обманули. Наша партия, какая бы она ни была, проголосовала, мы за нее проголосовали, 20% отдали. Мы, может быть, голосовали за КПРФ, это наше дело, это наши голоса. Это наше право, да. Это наше право. Значит, а эти ребята говорят, сейчас мы пойдем там туда штурмом, сюда штурмом. Извините, это манипуляция. Справедливая Россия и КПРФ, за которых работали, за которых просто легли на дно. Они говорят, мы тоже митинги будем проводить. Да, митинги будут, но они легли на дно и думают, ой, блин. Нет, а сегодня же была проверка. Эти реальные люди реально вышли на площадь, мы там уже обо всем наговорились, да нас так устраивает. Комитет поделили. Слава богу, что уже выбрали так, что у этих там, у нас нормально, нам больше не надо ничего. А тут оказывается, что люди, которые за них голосовали, требуют справедливости. Нет, подожди, вот я единственное хочу уточнить. Гебринский, на мой взгляд, использующий эту карту. Почему ты отказываешь в праве на действия, вот не системщикам? Почему ты считаешь вот сразу манипулятором? Ну подождите. Потому что до этого люди ходили на митинг, не ходили на триумфальную, ну ходили люди на триумфальную 31 числа, но подруги на болотную ходили. Я в этом не эксперт, извините. Но они ходили про другое. Сейчас людей интересует, что, так сказать, те люди, которые, надо разделять, что люди, которые вышли на чистые, не сказали, мы вступаем в несистемную оппозицию. Они сказали, честно считайте бюллетени. Понимаете, если они голосовали своими бюллетенями за справедливую Россию, за коммунистов, за яблоко, за ЛДПР, из этого не следует, что, когда их обманули, они пошли и вступили в несистемную оппозицию, что они немедленно пошли на приказ. Поэтому не надо ими манипулировать и везти их туда, куда они не собирались. Нет, Лиз, я не совсем понимаю твою оппозицию. Михаил Логинов. Потому что, хорошо. Я буду просто пояснять, кто говорит. Это некая идеальная ситуация. Хорошо, предположим, где-то отдельно существует несистемная оппозиция, где-то отдельно существуют недовольные избиратели. Есть некая реальность. Есть возник некий стихийный протест против ситуации. Его кто-то должен возглавить. Неизбежно его кто-то должен возглавить. Это не потому, что я хочу, чтобы его возглавили. Так я о том и говорю, что, к сожалению, для тех людей, которые как раз зачистены, нет людей, которые бы могли возглавить этот процесс. Я их не вижу в данный момент. Навальный. Навальный нет. Ну, ответь мне на вопрос прямой, Навальный. Точно такой же. Нет? Я тебе ответил на вопрос, видишь, я молчу. Понятно. Михаил. Логично, чтобы это были как бы представители партии, которые считают себя обманутыми, да? Я прошу прощения, можно я доотвечу на вопрос про Навального? Давай. Вот я могу за себя сказать, еще за нескольких там людей. Вот слово национализм нет. Вот есть эта принципиальная позиция. Национализм? Нет. Вот все остальное, да. Елизавета Осетинская, главный редактор Форбса. Понятно, нет. Я в этом согласен. Навальный сомнительный человек. Он политический авантюрист. То есть чувствуется, что он изо всех сил пытается сделать политическую карьеру. Ему абсолютно все равно, кто за ним идет. Какая колонна. Националистическая, либеральная, коммунистическая. Все равно. Это человек сомнительный. Но все равно как бы существуют некие реальные политические силы. И есть некая протестная сила, да. Логично, чтобы они как бы объединились и попытались эту систему изменить. Но знаете, почему правое дело? Это вопрос, который... И яблоко никогда не объединятся. Секундочку. Знаю. Догадываюсь. Значит, вот этот вопрос, который, мне кажется, сейчас очень актуальным становится. Кто возглавит это движение? И какое влияние это будет иметь на президентский выбор? Вот это два важных вопроса. Юля, что же скажете? Ну, я, в отличие от моих эмоциональных коллег, конечно, давно за этой ситуацией слежу. Я прекрасно ее понимаю. Абсолютно с Лизой согласен в том, что она сказала. Значит, тут произошло наложение довольно любопытных вещей. Дело в том, что на вот этот митинг на Чистых прудах был заранее заявлен солидарностью. Причем даже их, кстати, официальный представитель сказал, что мы ждали там 300-500 наших, так сказать, обычных. Этих лиц не было. Люди пришли туда не потому, что там выступала публика, которой они точно не доверяют. Я знаю этих людей. Это точно Лиза правильно говорит. Вот те, которые она называет «дети капитализма», это публика для них чужая. И знаете, почему чужая? Потому что она себе ведет точно так же, как власть. Вот абсолютно. Они близнецы-братья по методам. Вот им все равно, какие методы использовать для того, чтобы их поддержали. Понимаете? Вот что произошло. И эти люди, вот если они возглавят это движение, то я стране не завидую. Они точно такие же. Они будут делать все то же самое. Ну а кто тогда? Дело в том, что проблема в этом-то и заключалась. Еще лет 7 или 8 назад как раз мы обсуждали, что рано или поздно вот такой эмоциональный взрыв, социальный взрыв произойдет, и тогда еще можно было начать создавать какие-то более-менее вменяемые системы. Но никто не захотел этим заниматься, к сожалению. Все у нас, к сожалению, вот те, кто занимались политикой в России, там, несистемная политика, они все живут в технологии 90-х годов. Для них что главное? Прокричать, посвятиться в прессе, а на самом деле делать они ничего не умеют. А это надо было начинать большую черновую работу. Вот сегодня, когда страна, наконец, не наконец, а, к сожалению, подходит к некому обрыву, действительно нет этой силы. И это может быть самая страшная сегодня ситуация. Потому что эту волну, к сожалению, как бы дети капитализма тут не выступали, могут возглавить совершенно нациалистические силы. А как вы считаете, Прохоров, если бы по-другому сложилось? Представьте себе эту ситуацию плюс Прохоров. Подожди, а могла ли она сложиться? Нет, нет, я готов ли это. Знаю, как Прохоров входил в политику. Прохоров точно такой же, как они. Человек, который, занимаясь политикой, пошел согласовывать списки в администрацию президента, он такой же. Он ничего сделать не смог бы. Другой вопрос, что он в силу своего неофитства, в данном случае, его обидели. И он, вообще, перед этими выборами, на этих выборах произошла одна удивительно потрясающая вещь. Люди стали открыто говорить, что происходит. Вот то же самое было, кстати, на выборах 2007 года. Вот вам удивляетесь, я могу сказать, я профессионально занимался. Такие же фальсификации, такие же карусели, это все старые приемы, они не сегодня придумали. Только это была информация, которая лежала под спудом. Кто-то прорывался. Кстати, дети капитализма тогда тоже чуть-чуть прорывались. Но появилось мощнейшее средство, как интернет. Вот мы только что с вами обсуждали, что потерялось информационное телевидение, информационное это. А прорвался интернет. И первый, кстати, кто, опять же, в силу неофистов, публично сказал, что происходит, был Прохоров. Он же первый сказал, да-да, я ходил к Суркову, согласовывал списки, он от меня требовал то-то и то-то. Вы думаете, это новость? Он просто впервые вот с этого покатился... Нет, что списки согласовывают, это не новость. Не важно. Нет, покатилась волна открытости этой информации. Да-да-да. Но представьте себе, представьте себе, если бы 2,6% получил яблоко, 3% получил бы Прохоров, и на месте, так сказать, Яшина оказался бы Прохоров. Ну, я в это, во-первых, не верю в то, что Прохоров... Или бы он тоже не пошел на площадь. Не пошел бы. Дело все в том, что тут я сталкивался с такими людьми, которые... Вот тут есть одна аберрация, которая есть вот у этих детей капитализма. Они считают, что если они в экономике, в бизнесе это содействуют, то точно так же они могут действовать в политике. Невозможно так же действовать в политике. Вы, люди, которые занимаются экономикой, им отвечают... Я всегда привожу такой пример. В бизнесе вы получаете прибыль за счет сокращения издержек, правильно? Ну, в основном. А в политике наоборот. Получается, что... Получается, что... За счет увеличения издержек. Нынешняя ситуация на руку власть придержащим. Да нельзя. Неважно. Да, естественно, это вы сказали. Нет, нет, нельзя. Дайте сказать. Вы знаете, мне кажется, что на самом деле... Михаил, вы говорите тоже. Вопрос не в том, кто пытается оседлать, так сказать, эту силу перед выборами. Все равно не окажется. Я... Может, я ошибаюсь, я не верю, что сейчас кто-то, так сказать, сможет набрать, пойти набрать против Путина, там, если это там не Зюганов, 20% голосов. Нет, нет, нет. Вот. Мне кажется, вопрос в том, насколько власть окажется восприимчива к этим сигналам. И насколько власть способна... Ну, судя по картинке официальной пропаганды, никак они это не воспринимают. И потому что происходит сейчас на площадях. Вот сегодня привожу простой пример. Вот если бы власть была восприимчива, то, грубо говоря, они бы взяли сегодня и перестали бы перекрывать улицы при проезде кортежей. Вот мы сегодня наблюдали просто по пробке, по пробке, это самое, на Яндексе. Нормально. Как только перекрыли и встали люди в пробках, они такое понесли. Понимаете? Мне кажется, что восприимчивость власти, она еще зависит, кроме этого фактора, еще от ряда факторов. Зависит от фактора, знаете, курсовой разницы, от тока капитала. Он идет давно от тока капитала. Не-не-не-не, я сейчас привожу некий набор вещей, так сказать, от ситуации в еврозоне, от того, будет девальвация или нет, вынуждены будут, так сказать, девальвировать валюту или нет. То есть это давит больше, чем триумфальные, чистые пруды вместе взятые? Нет, я говорю о том, что низкая, там, нефть 60 плюс девальвация, как следствие, там, плюс 100, плюс 5, плюс 10 вместе с этим фактором заставляет власть быть более восприимчивой. А нефть 200, так сказать, и там, приток капитала заставляет власть быть менее восприимчивой к этому. Как, впрочем, и тех самых детей капитализма тоже. Нет, ребят, вот я вас слушаю и, как бы, тихо впадаю в такое, вот, как бы, некоторое, не знаю, спячку, отчаяние. Значит, то есть получается, что, как бы, есть протест, нет протеста, все равно, как бы, ничего не меняется. Я так не считаю. Нет, я тоже так не считаю. Так что, значит, все-таки вот, ну, я не знаю, мы, конечно, не какие-то гуру, которые знают, что завтра происходит, но было бы интересно попробовать смоделировать некий сценарий, как бы, что будет дальше происходить. Вот, все-таки, если есть протест, кто-то должен вокруг него, во главе его встать. Во-вторых, даже, вот я думаю, что, если задуматься, почему, собственно, вдруг вообще-то все случилось? Почему в 2007 году такого не случилось? Да. А сейчас случилось. Я не знаю, я, опять же, я не претендую на истину в последней инстанции, но мне кажется, что стратегическая ошибка власти была выдвижение Путина вновь на президенты. Вот, вот после этого, по моему ощущению, вот в обществе возникло некое напряжение, да? То есть все сначала ждали, 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 как разрешится, значит, тандем, кто пойдет, кто, да-да-да-да-да. А потом, когда вот это все произошло так и произошло в той форме, в какой произошло, в обществе возникло некоторое напряжение, что что-то, ребята, тут вот как бы, секундочку, погоди. Значит, что вот что-то происходит не так. И вот накопление этого некого протестного потенциала, раздражение, усталости. То есть Путин есть неотъемлемая часть вот этого политического пейзажа, важнейшая, который всем надоел. Ну, не всем, многим надоел, да? Особенно в столицах, потому что столица, это, в общем, все революции происходят в столицах, да? И приписки были, в основном, в Москве и в Петербурге, потому что здесь просела Единая Россия больше всех. На Северном Кавказе, да. А в Дагестане 150% проголосовали за... Причем здесь это? К тому, что накопилось некоторое напряжение. И теперь ситуация будет развиваться, потому что ясно, что, значит, даже если приписки были не очень большие, то получается, что Единая Россия не получила большинства, даже простого. Безусловно, она и в секунду его не получила. Партия проиграла выборы. Кто такой Путин? Он лидер партии, проигравший выборы. После вчерашних заявлений Бескова я уже сомневаюсь. Не-не-не, ребят, ребят, вопрос не в том, что не в Путине, а в том, как это было сделано. Бесков деньги за это получает. Он должен, как бы, представить своего шефа в хорошем виде. Это его, как бы, работа. Но мы-то все понимаем, что триуфального второго возвращения, триуфального, о котором, как бы, мечта, возможно, мечтает Путина, его не может быть в этой ситуации. Что будет происходить? Вот, в принципе, вот это интересно. Потому что вот сейчас, хорошо, да, есть вот некий протест, который оказывает некое давление на власть. Вот политики, которые, скажем, системная позиция. Вот что бы они могли на этом месте? Ничего, они легли. Они уже высказались своим молчанием. Вы знаете, я с вами полностью согласен. У меня только одна коррекция. Вопрос, мне кажется, не в самом Путине, а в том, как это было сделано. И как это было сделано на глазах у всех. И как в некий момент всем стало ясно, что их иллюзии, что их надежды, что их вера в модернизацию. Ведь Гондмахер, умнейший человек, писал статьи в газете ведомости про модернизацию и про то, что Медведев там и так далее. Нет, все они поняли в один момент, что все это плод манипуляций. Вот это стало величайшим разочарованием общества. Именно с этого момента все началось. После этого люди стали разбираться, а что у нас там в ЦИКе происходит, что у нас там на участках-то происходит. Ну-ка, пойдем-ка мы посмотрим. Вот в этом дело. Но, так сказать, на мой взгляд, ситуация в данный момент абсолютно... Вот в нынешней ситуации, после того, что произошло, второй тур на президентские города возможен? Нет. С кем? Нет. С кем? Потому что все равно будет манипуляция. Вчера, значит, Лебедев и Левичев у меня в эфире сказали, оба в унисон, да, будет второй тур. Не будет никакого второго тура. Я замечу, системные, да? Системные. Системные... Ну, они социологи. Коллеги, поймите, в чем дело. В этой системе есть определенные закономерства. То, что граждане увидели сейчас, система к этому шла просто в последние 10 лет. Вот не даст мне Юра соврать, я уже много раз в этом эфире об этом говорил. Что рано или поздно это произойдет. А Левичев не сказал, с кем будет второй тур? Нет. Нет. Вы смотрите, что происходит. Они были в унисон, вчера мне сказали, что будет второй. Система идет в такое состояние, что она уже теряет чувство реальности. Вот то, что вы правильно произвели. Первое было пощечено публике, это когда сказали, так, ребят, а вы чем? Мы тут давно вообще все договорились без вас. Они потеряли чувство реальности того, что за ними страна. И это была первая пощечина, с которой все началось. Но это закономерная система, это не случайно. Вы не допускаете, что под влиянием ситуации люди, которых вот мы привыкли считать частью системы, ни на что не способных, могут измениться? Нет, нет, это система нетрансформируема. Но вы телевизор не смотрели, вот там есть журналисты телевизионные, вот они часть системы. Это ошибка, эта система нетрансформируемая. Откуда возьмутся люди, которые изменят систему? Они придут с другой стороны. Они не придут. А хотя бы пример. Они с улицы придут. Ну вот Навальный пришел с улицы. Придут с улицы. Может быть кто-то из тех людей, которые осознал, что ими манипулируют, может кто-то из этих людей постепенно вырастет в политика? Посмотрите, что произошло. Вот Лиза говорит правильно. Люди, которым раньше были далеки, считали, что все нормально, они, кстати, при своем, извините, бабле, кстати, прекрасно получают деньги из того же бюджета в основном. Вдруг они поняли, что все совсем не так. Это первый их шаг. Они первые начали пытаться разбираться. Волей-неволей будет следующий шаг. Они постараются понять, а что им делать. И вот тогда начнут появляться совершенно другие люди. Вот пока они не поймут, что это от них зависит. Потому что, вы знаете, как бы нам не хотелось, чтобы все быстро произошло, я вижу, как медленно происходит. Это медленный процесс. Медленно происходит даже у нас в головах. Сначала мы пошли и все проголосовали за кого хотели. Отлично. Причем, сделав глубочайшую ошибку на самом деле. Потом до нас постепенно дошло, что оказывается что-то не так. Потом еще медленно мы начнем разбираться, а какие вообще есть реальные персонажи. Какие ситуации есть. Да, вообще, кто у нас на карте. Потом медленно и постепенно мы вспомним, что оказывается до следующих выборов, если не считать президентские, пять лет. Ну, Лиз, не надо все-таки нас такими идиотами полными изображать, чтобы это подняли вот только сейчас. Подождите, дайте Михаилу. Вы извините, у людей есть просто, которые вот занимаются делом и у вас, и у меня. И у нас, знаете, у нас есть работа, семьи, обязательства, занятия, покупки, поездки за границу. Знаете, мы не профессиональные революционеры. Мы про это думаем не в первую очередь, поэтому мы думаем про это медленно. Просто опыт, опять же, да, вот новейшей истории российской, показать, что события происходят часто быстрее, чем мы ожидаем. Ну, вы правильно сказали. Вечер воскресенье, вечер понедельника. Да, явно происходит переход некого количества в качество. То есть были недовольные раньше, но они думали, что их мало. Они чувствовали себя изолированными и оторванными. Теперь, когда как бы некая критическая масса выросла, то есть вот протест выплеснулся на улицу. И люди понимают, что недовольных много. И власть понимает, что недовольных много. Это тоже как бы, безусловно, меняет как бы вот ощущение вот некоторой растерянности, как бы вот в времени, оно как бы все-таки присутствует. Откуда вы знаете, извините, извините за прямой вопрос. Нет, а я вам предложил прочесть, есть такой замечательный роман у Юрия Олеши, три толстяка. Вот это ситуация трех толстяков сегодня. Олес, ну а то, что согнали, непонятно сколько силовиков на Триумфальном, тебя это не удивляет? А я думаю, что они думают, что это все происки Вашингтонского обкома. Вы в какой стране живете? А вы не помните 90-й год, когда в Москве было введено военное положение, и Горбачев сюда пригнал войска? Вы не помните февраль 91-го года? И сколько народу тогда вышло? Почему войска ушли? Потому что люди вышли, 600-тысячная демонстрация была. Вот, это совершенно, это, вот то, что делает власть, она делает то, что уже много раз делали до нее. И все это приводит к краху. Правильно. Она не умнеет, поэтому поумнеть она не может. Так мы, собственно, вы мою мысль как бы подтверждаете, что камушек покатился, и люди начинают вынуждены делать ходы, которые пока непонятно к чему приведут. Но процесс пошел. Это непонятно к чему, к чему, к социальному взрыву. Это неизбежный процесс. Это неизбежный процесс. На самом деле вы говорите об одном и том же. Об одном и том же. Это неизбежный процесс. Просто у нас может быть разные сроки, разные какие-то впечатления. Я могу сказать профессионально. Но финал у всех один. То есть, вот если вам кто-нибудь скажет, что вот завтра или послезавтра или через пять лет это произойдет, не верьте. Вот такие вещи предсказать с точностью нельзя. Можно понять, что это точка, вот что послужит последним вот тем камушком, сейчас камушек, а может быть последний камушек, когда вообще все это взорвется. И что послужит этим камушком? Вот я не могу вам ответить. Я думаю, что тот, кто профессионально этим занимается, никогда вам на этот вопрос не ответит. Потому что это шли процессы подспудные в обществе, они идут давно. Но они постепенно, как интеграл, накопились. И что будет вот этим, так сказать, спусковым крючком, не знаю. Не берусь вам сказать. Это реальное время на Финам-ФМ. Еще раз напомню, здесь у нас в московской студии Елизавета Астинская, главный редактор российского издания журнала Forbes. Михаил Логинов, шеф-редактор журнала «Профили». Юлий Несневич, профессор кафедры политологии Высшей школы экономики. 65 10 99 и 6, код Москвы 495 и финам.фм. Это наши средства коммуникации. На сайте идет и прямая веб-трансляция. То есть можете слушать и смотреть. Федор пишет, столичные власти, появились новости. Значит, столичные власти начинают ремонтные работы на площади Революции, где в субботу должен пройти санкционированный митинг-оппозиции против фальсификации на выборах 4 декабря. Приказ на начале мотных работ поступил 7 декабря. Первого заместителя мэра Москвы, господина Бирюкова. Бирюкова, понятно. Отлично. Вот видите, как вот... Сейчас Нагатинский затон. Нет, господа, на самом деле, к сожалению, то, что меня больше всего беспокоит, это следующая суббота. Потому что сейчас по тем данным, которые есть, по фейсбукам, там уже идут десятки тысяч. И если десятки тысяч... Вот эта суббота, да? Да, да. Вот эта суббота, ближайшая, десятая, по-моему. Понимаете, я просто по своему опыту, я занимался этими массовыми митингами. Значит, если это не будет организовано, причем с участием той же самой полиции, вот тут надо просто понимать, это может превратиться в огромную катастрофу, человеческую катастрофу. Юлий, ну вот реакция, да? А вы говорите, что власть поумнеет? А вы говорите, что они поумнеет. Нет, я не говорил, что поумнеет. Вот реакция. Что они понимают, что... Сейчас, вместо того, чтобы понимать, что идет вот этот огромный, так сказать, вал, который будет, вместо того, чтобы связаться даже с этими, так сказать, ну, мягко говоря, не очень грамотными организаторами, договориться, а как нам обеспечить безопасность людей? Потому что через одну рамку эти люди не пройдут. Нет, там просто все. Я же знаю эту территорию. Там то количество людей, которые, по крайней мере, заявили, что оно придет, оно там не поместится просто. На площади революции не поместится такое количество людей. Это надо организовывать. С этими работами там вообще теперь никто не поместится. Там надо организовывать. Они что сделают? Они начнут не пускать людей в центр. Вот я вам гарантирую, у них же... Люди приедут на метро. Другой соображалки-то нету. Люди приедут на метро. Они метро перекроют. И дальше произойдет столкновение очень серьезное. Значит, дойдут пешком. Вот, а нет, они же поставят кордон, и потом начнут брать тех, кто будет прорывать кордон. Ну, хорошо, как нивелировать эту ситуацию? Да никак. Если бы власть была умной, она бы спокойно выставила бы охрану. Но мы убеждаемся, что особо ум она не отвечает. Она бы услышала людей, дала бы им собраться, услышала бы требования и попробовала, как она сейчас может, так сказать, с этим что-то сделать. Ну, нет у них этой темы, Лиз, но ты же вчера видела господина президента, который прокомментировал... А единственное, нет, ну, значит, ты в точку попала по поводу Госдепа. Ну, вот и все. Я просто знаю всю эту теорию про Вашингтонский обком, это все понятно мне. Я поскольку... И, Чурова, вы волшебник, нет, я только учусь. Вот синхрон данный российским телевидением. Я почему сказала, откуда вы знаете? Просто для меня сигналы, все, которые поступают, свидетельствуют о том, что там считают, что речь идет о кучке либо Вашингтонского обкома, либо хипстеров каких-то, либо, так сказать, внесистемной оппозиции. Вот они вместе собрались и решили. Да нет, они даже не провели просто анализ вот того, что происходило в воскресенье и в понедельник. Вот они не увидели, что там появились совершенно другие лица. Вот если бы это были профессионалы, то даже по их фотосъемкам, которые не ведут за всеми мероприятиями, могли бы понять, что ситуация кардинально поменялась и пошел другой контингент людей. И против них вот эти игры сейчас со шлемофонами и с дубинками, они плохо кончатся. Потому что сейчас пошла в основном еще не совсем дети капитализма, основную массу пока составляет молодежь, но когда пойдут дети, капитализм уже в полном развороте, 30-40-летние, вот тут никому мало. Ну вот Единая Россия на это там митинги свои проводят в Москве, массовые, физичные. Вы видели этих тинейджеров, нет? 15-16 лет, девочки. А девушку из Иваново, прекрасная. Нет, ну я просто констатирую. Люди не гнездуются на проспекте Сахаров, а это рядом в своем доме, я их наблюдаю вблизи. — Слушайте, господа, но у меня вот это вот, ваша такая забойная потеха под названием, вот это все так будет развиваться, не устраивает. — А ничего, а что вы можете сделать? — Потому что я вот пафосно могу это сказать, но мне есть еще что терять, я не хочу дестабилизации ситуации. Я с Ассистентской 100% согласен. Есть планы, да, есть намерения, есть будущее. А сейчас вот в силу малоумия власти и определенной провокационности и манипуляции со стороны системных, мне так же не принципиально кто это, да? Это может все пойти под хвост. — Нет, единственное, вот моя позиция, она много лет. Единственное, что можно как бы попытаться сделать, все-таки направить этот протест в более-менее не кровавое русло. Вот остановить его уже нельзя. Вот если мы, если кто-то, так сказать, не мы все вместе, не кто-то, а все вместе сможем пойти тем же путем, которым мы пошли, скажем, в 90-е годы, когда это был все-таки протест ненасильственный, это было массовое неповиновение, тогда еще что-то. А власть, наоборот, она все время провоцирует столкновение. — То есть, что это может быть и не получится. Общество озлобленное. — Они озлобляют общество. — Они провоцируют самых больших провоцируемых на то, чтобы они провоцировали. — И во главе этого протеста, кажется, вот, Лиза права, кажется, не те, которые готовы ненасильственные, а вырваться наружу совершенно другие вот, то, что называется, такие силы экстремистского характера. Не в том смысле, как они журналы проверяют на экстремизм. Это все фигня полная. — Нет, нет, а в совершенно другом смысле, конечно. — А вырваться совершенно другие силы, потому что они все время провоцируют. — Ну и хорошо, ну вот куда Яшин их поведет? — Яшин еще не самое страшное. — Нет, нет, и хорошо, куда он поведет? 50 тысяч на Кремль или что? — Вот чем это кончится-то все? — А также, да, Михаил, будете? Ваш комментарий. — Нет, ну мы... — Потому что вот нарисованная картина, знаете, такой мини или макси апокалипсис. — Я вынужден, я, к сожалению, должен согласиться с коллегами, что, видимо, не хватает нашей власти, как это сказать, масштабности, готовности, вкуса к нестандартным решениям. — Ну вышел бы сейчас Медведев и сказал, снимаем Чурова. — Понимаете? — Все, сейчас мы разберемся. Я наведу порядок. — Чуров уволен, все. — Пересчитаем бюллетени на трех, не знаю, участках или где-нибудь еще. — Нет, не сработает. — Не сработает уже. — Не сработает. — Но, может, прислушивается к мнению Михаила Сергеевича и новые выборы проведут. Но это смертеподобно для власти. — Понимаете, во-первых, то, что проводить новые выборы, надо поменять всю избирательную систему. Потому что сама избирательная система, она на это настроена, на такие выборы. Какие бы выборы вы в этих рамках не проводили, вы ничего не получите. Понимаете? Вот это невозможно. Рамки уже были выстроены заранее. Их строили вполне сознательно под определенную штуку. Их начали строить с 2001 года. — Для начала, мне кажется, власти стоит признать. Я ненавижу выступать с менторскими заявлениями. Но мне кажется, что в данный момент власти нужно признать, что проблемы есть. И перестать прекратить заниматься аутотренингом в духе, что проблемы нет. Потому что все, что мы слышим, я думаю, что источник проблемы в данном случае в Кремле. Что нужно понять и быстро как-то пытаться реагировать к ситуации. И им понять нужно. Им нужно понять, что... — Но при этом особо ты не обольщаешься по этому поводу, что они поймут. — Ну я же слышу, что говорится. — Или не говорится, да. — Ты мне рассказываешь. Вашингтонский обком и так далее. Вот нужно к реальности прийти. Это люди твоей страны. Мы здесь живем. Здесь живут наши. Жили бабушки, дедушки, прадедушки. Мы не Вашингтонский обком. Мы хотим здесь жить. — Вот я сейчас запущу СМС-голосование с абсолютно провокационным вопросом. Значит, это ни в коем случае не призыв. Это просто изучение мнения слушателей Финам. ФМ программы «Реальное время». Как Вы считаете, в России возможна революция? Да. 5533 смс-сообщение с буквой «А». То есть я не говорю ни временной промежуток, ни кто будет инициатором, там, заботчиком. Мне это не важно. Вот Ваши ощущения... Доставайте мобильники и голосуйте, значит. В России возможна революция? Да. 5533 на этот короткий номер смс-сообщение с одной-единственной буквой «А». 5533, буква «А», в России возможна революция. Нет. В России невозможна революция. И дальше Ваша правда жизни, да, и так далее. 5533 смс-сообщение с буквой «Б». Нет. В России невозможна революция. 5533 смс-сообщение с буквой «Б». Голосование я запустил. Пожалуйста, примите в нем активное участие. Вы уже активно идете, но я хочу еще больше активности, да. Потому что 19.51, у нас с Вами 9 минут всего до завершения эфира. Итак, в России возможна революция. Да, 5533 смс-сообщение с буквой «А». Не ошибитесь с буквой, да, потому что зачтет вот эта машина. Не тот результат, который может быть, да. Не-не-не-не, все при вас, да. То есть здесь мы, я даже не знаю, как это все устроено там. В России возможна революция. Да, 5533 на этот короткий номер смс-сообщение с буквой «А». Нет, в России невозможна революция. 5533 смс-сообщение с буквой «Б». Идет голосование. Теперь ваши звонки и письма 6510996 финам.фм. Господа, я обращаюсь к гостям в студии. Если что-то хотите уточнить, прокомментировать сразу, да, значит, со слушателями, общаясь, вы можете это делать. Виталий пишет, господа, так что же честные люди должны делать с нелегитимной властью? Госпожа Асистинская. Я так и стала, я так и стала, чтобы не отвечать. Знаете, мне кажется, сейчас каждый должен за себя решать, что делать. Вот я для себя решила, что, ну вот, что-то надо делать. Ну, это такой очень непростой вопрос, но он сугубо индивидуальный. И неправильно здесь как-то манипулировать общественным мнением. Но есть, так сказать, какие-то формы легальные, да, есть разрешенный митинг. Вот я, например, для себя решила, что разрешенный митинг да, а неразрешенный митинг нет. Ну, потому что пока вот так. Ну, например, да, или там. Ну, смотри, митинг разрешен, а сегодня приходит сообщение, что там ремонтные работы начинаются. И вот человек, допустим, он готов был бы пойти, да, и вот куда теперь ему идти, да? Как не оказаться вот в мессиве в этом манипуляции? Есть еще время. Нет, Лиза, абсолютно согласен, я всегда это говорю. Каждый человек должен решать за себя. Когда в нашей стране люди научатся уважать себя лично, решать свои проблемы сами, не идти с толпой в массе или еще что-то, вот тогда эта ситуация сдвинется. Это должен быть митинг индивидуалистов. Безусловно. Да вообще должно все перейти в другую плоскость. Конечно. Каждый должен отвечать за себя, научиться. Совершенно, стопроцентно. Михаил, как Виталий ответить? Сложный вопрос, сложный. У нас аудитория такая, да. Не знаю, вот внутренне не соглашаться с тем, что как бы делает власть. Внутренняя эмиграция? Да. Главное, чтобы услышала власть вот эти позывы. Надо понимать, на это надеяться почти бесполезно. Так внутренне уже не соглашались 10 лет. Мне кажется, я просто здесь другое, другое. Вот я все пытаюсь сказать, скажем так, может быть даже тщетно, но обратиться, скажем, не к тем людям, которые, скажем, вышли на площади протестуют, а вот как бы к политикам, которые представляют несистемную и системную оппозицию. Потому что в этой ситуации, мне кажется, их ответственность возрастает очень сильно. Да, вот я слышу, Лиза хихикает, она на них вообще... Причем они от них вообще ничего не ждут. Слушатели и телезрители видят и слышат ее хихикание, да? А я наоборот, на самом деле, думаю, что под влиянием обстоятельств люди меняются. И вот здесь как раз очень важно, чтобы кто-то, не знаю, правое яблоко, они взяли, попытались взять, канализировать этот протест. Вот, предположим, вот если сейчас там закрывается площадь на ремонт, значит, нужно быстро переложиться, какое-то новое место искать или отменить, или что-то, что-то делать. Вот сейчас наступает та стадия, когда безначалье вот этого протеста может действительно привести к тяжелым очень последствиям. Кто-то должен стать, нравится нам, не нравится, но люди, ну, есть люди какие-то более-менее приличные. Ну, по крайней мере, они должны вот на этом митинге, как бы на трибуне стоять с мегафоном и говорить, вот, как бы руководить этим. А у нас идет, это Михаил Логинов, у нас идет смс-голосование, в котором, я надеюсь, вы примете участие. Значит, если вы считаете, что в России возможна революция, то на короткий номер 5533 отправьте смс-сообщение с буквой А. В России возможна революция, 5533 смс-сообщение с буквой А. Нет, в России невозможна революция, 5533 смс-сообщение с буквой Б. Невозможна революция в нашей стране, 5533 смс-сообщение с буквой Б. Голосование идет, пожалуйста, примите в нем участие, 651099,6. Давайте послушаем хотя бы парочку телефонных звонков. Вечер добрый, вы в эфире, Алю. Здравствуйте, меня зовут Денис Коротко, глазами простого обывателя. Мне 26 лет, на выборы так особо не ходил, но сейчас как бы наболело. Пошел на выборы, даже мать свою вытянула пожилую, тоже с удовольствием пошла. Ну и в итоге что у нас получилось? Сами видите, не за Единую Россию голосовали. Сразу скажу, не скажу за кого. Я общаюсь с многими знакомыми, так для себя мониториваю, ВКонтакте, как общаемся. Много людей, которые не голосуют за Единую Россию. И дело в том, что есть знакомые правоохранительных органов, на которых оказывалось давление все-таки, чтобы они именно голосовали за эту партию. Вот и военнослужащие тоже. Когда у нас с этим будет уже, я не знаю, кто-то бороться? Хорошая вопрос. Когда у нас с этим будет кто-то бороться? Обратите внимание. Люди еще не берут на себя... Когда вы сами начнете с этим бороться, да. Вот жалко, что парень отключился. Вот задать бы ему вопрос, вот это накипело. Попросить бы его сформулировать, да? Что, собственно, почему он пошел в этот раз? А потому что ему вот задело вот то самое решение. Лиза была права. Вот спровоцировала вот эту ситуацию. Сказали, так, ребят, вы вообще тут постойте в сторонке? А мы уже давно договорились. Вот началось с этого абсолютно точно. Вот если бы они вышли оба... Да вообще, если бы Медведева оставили, вообще... Что за счет? Медведева оставили. Нет, нет, господа, вы наивны. Это было бы все равно, просто это было бы... Он все-таки не в безвоздушном пространстве. Не вот этот обрыв был. Нет, нет, согласен. Это все равно рано или поздно это бы произошло. Нет, безусловно, это мы так снизу шутим. А еще понимаете, в чем дело? Вот я еще раз вам повторю. Почему в 2007 году было все очень похоже, не было такой бурной реакции? Потому что люди начали сталкиваться с тем, что все, что они запланировали, все, что они хотят делать, утыкается в этих ребят. Вот раньше они еще этого не ощущали на собственной шкуре. Начали ощущать на собственной шкуре. Все-таки был такой, знаете, все-таки, конечно, политика связана с экономикой. Все-таки был такой колоссальный рост доходов, что это компенсировало непрерывно все. Вспомните, что произошло вообще с фондовым рынком с 2004 по 2007 год. Какие дабы занимают свои дубы там. А вспомни, май 2008 года, это же пик по РТС. Я немножко по-другому. Я считаю, что, безусловно, экономический фактор серьезный, но не он единственный. Вся сегодняшняя... Анна пишет, может быть, обращение написать президенту от общественности? Уже было. Может, обратить? Уже было. Гаранты конституции. Уже обращались. Уже было такое, да. Было такое. Вечер добрый, вы в эфире. Алло. Алло, добрый вечер. Да, как вас зовут? Меня зовут Михаил. Я тоже впервые за 31 год пошел на выборы голосовать. Голосовал тоже мне за Единую Россию. Я бы хотел с мирным призывом выступить по поводу субботы, чтобы те, кто собирается партийно-демонстрации, не поддавались на провокации, не забывали, что главной трейлой митинга является признание выборов недействительными, да? 200% за. Да, безусловно. Здесь, в московской студии, все Михаилы вас поддерживают. Да, но дело заключается в том, что даже если граждане будут на это настроены, надо понимать, есть такой феномен толпы. Даже если толпа очень мирная, она все равно должна быть определенным образом организована. Это умение силовиков являетесь. Это дело силовиков. Я про это вам и сказал. Я просто по опыту 90-х годов знал. Именно организация. Да, мы с ними связывались, договаривались, чтобы не было вот этих проблем. Это с советскими силовиками, с советской милицией. И они лучше вот сегодняшних понимали, что есть, неважно каких взглядов придерживаются люди, но есть проблема толпы. Она есть всегда. А вам не кажется, что тогда было все не так, как бы, это сказать, жестоко? Смотрите, сейчас же как бы милиция в большей степени работает как инструмент. Как ни странно. Дело все в том, что тогда для советской милиции это было вновь, но тем не менее они шли на контакт. Они понимали, что это может привести к такой просто трагедии чисто человеческой неполитической. Непонятно, откуда взялось это понимание. Ну, тем не менее, у них в мозгах что-то было. А сейчас нет вот этого понимания. То есть каких-то джентльменских соглашений, таких совершенно нет. То есть поведение совершенно нет джентльменское. Я помню, что мы с полковниками милицейскими, московскими договаривались, где какие люди будут стоять, где они будут закрывать. Ты за белых, я за красных. Я за белых, ты за красных. Ну, как бы, разговаривать-то можно? Но, к сожалению, наше время завершается. Я вас благодарю и объявляю итоги нашего СМС-голосования. Да, проголосовало 617 человек. 86% считают, что революция будет. 14 нет. Я обращаю ваше внимание, что еще месяц назад таких результатов бы не было. 86 на 14 617 проголосовавших. Спасибо всем, кто звонил, кто слушал, кто смотрел, кто был в этот час вместе с нами. С Андреем Нечаевым продолжим эту тему уже в 9 вечера в сухом остатке. Далее новости.